МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В большинстве из которых одержал победы нокаутом. Единоборствами Александр занимается с детства. Борьба, тайский бокс, рукопашный бой. А после просмотра первых кассет с записью турниров UFC он решил связать свою жизнь со смешанными единоборствами. Чтобы стать популярным бойцом, нужно выигрывать нокаутами. Людям нравится зрелище. Нужно делать красивый зрелищный бой с красивыми ударами, с красивым нокаутом. Прозвище Шлеменко под стать его манере боя. Шторм. Александр дважды становился победителем Гран-при Беллатер. Жесткая конкуренция среди бойцов и нелюбовь местной публики к заезжим спортсменам, все это не помешало ему стать открытием американского турнира. Однако помимо славы и титулов, он привез в Россию нечто более ценное – опыт, который он получил на тренировках американских бойцов смешанного стиля. У американцев очень хорошая физика, то есть очень хорошо развивают физические качества. У них очень грамотные методики работы на функциональную выносливость, специальные упражнения, которые развивают специальную выносливость. У нас, как правило, все базируется на кроссах. В основном люди бегают и считают, что в этом есть какой-то толк, но толка нет. Благодаря своим знаниям Шлеменко стал востребованным тренером и начал передавать основы кроссфита другим бойцам – тем, кто так же, как и он когда-то, мечтает стать звездой миксфайта. Свои мастер-классы он преподает не только в Омске, но и колесит по всей стране. Чем хорош кроссфит, круговая тренировка – это очень хорошая нагрузка и, в принципе, любой зал может позволить себе заниматься этим. Не нужны какие-то супертренажеры, нужны просто простые канаты, штанга, элементарный набор гантель, мешки тяжелые. Тяжелые тренировки под руководством Шлеменко выдерживает далеко не каждый боец. Но Александр Сарнавский и Андрей Корешков не прогнулись под тяжестью самодельных тренажеров. Более того, эти парни пошли по пути своего наставника. Им удалось ворваться в элиту российского миксфайта. Первым начал драться по его мисс правилу – это Саша Сарнавский. У него успех сразу пошел. Все бои он первый выигрывал досрочно. То есть не было таких длинных боев. По служном списке Александра Сарнавского – 20 боев без единого поражения. Андрей Корешков провел 10 боев и также во всех одержал победу. Россия лучше! Ну, поначалу, конечно, мне было как-то жутко. То, что такой очень жестокий вид спорта, я не знаю, чем он меня привлек. Это, конечно же, то, что там было все смешано. И ударная техника, и борцовская, и всякие разные болевые удушающие. Они вместе тренируются в Омске, вместе ездят на сборы в Америку. Для своих учеников Шлеменко стал примером того, как простой сибирский парень может добиться мировых высот. Полагаемые успеха – это непоколебимая вера в себя, желание учиться и осваивать новые методики. И, конечно же, несгибаемая воля. Следить за поединками бойцов из Сибири мы сможем благодаря прямым трансляциям крупнейшего американского турнира «Белаток» на канале «Россия-2», которые стартуют этой осенью. Юлия Аполлонова, Павел Кроник. Все включено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова